Помощь подрядчиков необходима для реставрации исторических домов в Иркутске. Однако этот процесс требует больших сил и средств. И порой подобные здания ждут своей очереди на обновление годами. Тогда как в уходе они нуждаются регулярно. Именно поэтому в областной столице ежегодно проходит акция по обновлению фасадов, важных для города объектов. Кто принимает в них участие, знает Анастасия Смирнова. А вот этот иначе? Да. Ева, тут здесь еще можно. Видишь, здесь нет. Под руководством мамы семилетняя Ева и четырехлетний Артем учатся красить стены дома. Семье Максимовы в числе участников акции «Фасадник» вместе с другими волонтерами обновляют старые деревянные здания города. Это было построено еще до революции. Внимание уделяют всем элементам строения. Наталье с детьми поручили преобразить дверь. Приучаем детей к труду. Мне кажется, это полезно, это нужно. На своем примере показывать. Да и им интересно. Они увлечены. Увлечены покраской и 30 коллег-энергетиков Натальи. Сотрудники российского энергометаллургического холдинга «Энд плюс Групп» поддержали «Фасадник». А компания снова финансово помогла в организации акции. Проекты по благоустройству городов и формированию комфортной городской среды в числе приоритетных для холдинга. Как это обозначил еще его основатель и общественный деятель Олег Дерипаска. А участие в подобных социальных акциях уже добрая традиция. Деревянное зодчество – это визитная карточка города Иркутска, поэтому мы не могли пройти мимо. Несмотря ни на дождь, ни на плохую погоду, пришли и с семьями, и с детьми. Всем людям нравится, что они приходят и попадают в какую-то очень дружественную семейную атмосферу. И вот это, как нам кажется, как раз благодаря тому, что это совместное дело, оно как-то склеивает людей, которые, хотя, казалось бы, раньше были незнакомы. И тем более тех людей, которые приходят командами или друзьями, делая что-то вместе, они еще более узнают друг друга. В этот раз акция объединила около 300 волонтеров. Вместе они за два дня улучшили облик 13 иркутских домов. При этом каждый раз число участников и обновленных зданий растет. И во многом благодаря тому, что фасадник активно поддерживают крупные компании региона. Анастасия Смирнова, Владимир Пинаев, Новости по будням.